ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховые компании по-прежнему настаивают на том, чтобы при ремонте авто в рамках ОСАГО можно было использовать поддержанные запчасти. Это, по их мнению, помогло бы решить проблему дефицита комплектующих. Также страховщики предлагают увеличить сроки ремонта с одного месяца до двух. Еще одна инициатива заключается в том, чтобы запретить автовладельцам отказываться от восстановительных работ в том сервисе, который выберет страховая организация. ТРАССА 101 Турция начинает поставки в Россию моторного масла Ренол, изготовленного по испанской технологии. Дистрибьютор бренда уверяет, что масло прошло испытания в нашей стране под контролем международных специалистов. Продукция рекомендована к применению на автомобилях таких марок, как Mercedes-Benz, Volvo, Toyota, Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia и других. Ренол ожидается будет заметно дешевле европейских масел, которые ушли с нашего рынка. Многие из них, правда, можно купить, но по цене минимум в два раза дороже. ТРАССА 101 Крупные российские автодилеры начали поставлять в Россию Nissan Patrol в топовых комплектациях. Внедорожники привозятся из Объединенных Арабских Эмиратов. Ценник колеблется в районе 10 миллионов рублей. Полноприводная машина оснащена 400-сильным бензиновым мотором объемом 5,6 литра и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до сотни занимает 6,5 секунд. Среди установленных систем безопасности есть функция распознавания пешеходов, аварийного торможения, предупреждение о лобовом столкновении. ТРАССА 101 А у популярного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro появилась еще одна топовая комплектация Ultimate. Минимальная стоимость новинки с учетом всех скидок 2 миллиона 160 тысяч рублей. Автомобиль обзавелся светодиодной оптикой и панорамным люком, складывающимися зеркалами, 18-дюймовыми дисками. Отделка салона – черная кожа. В перечине оборудования фигурирует адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, функция автоматического переключения светофар. Под капотом размещен 147-сильный бензиновый турбодвигатель, работающий в паре с вариатором. ТРАССА 101 Российский электромобиль «Атом» обещают представить публике в середине или в конце весны этого года. Осенью начнутся испытания прототипа. Серийная версия поступит в продажу не ранее 2025 года, сообщили руководители проекта. Технические характеристики электрокара пока неизвестны. Над его внешностью работали десятки дизайнеров, в том числе специалист из Италии. А начинка и программное обеспечение создавались отечественными инженерами и айтишниками. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101